Всем привет, друзья! Мы сегодня едем с вами на шопинг. Я пока не знаю, что мы купим. Может быть, что-то посмотрим. Может быть, что-то купим. Может быть, и посмотрим, и купим. Не знаю. Посмотрим. В общем, мы сегодня с Вовой. Мы сейчас ездили по делам. И сейчас я жду Вову. Сейчас мы поедем еще в одно место. А потом мы заедем с вами в Костка. Заедем с вами в Хоум Дипо. И куда-то мы еще хотели заехать. А, и заедем с вами в Пэтсмарт. Нужно купить косточку нашему новому питомцу. Его маме, конечно же, чтобы не ревновала и не отобирала. И ошейник. Нам нужно купить ошейник. Уже пора, наконец, свой ошейник, своим ошейником обзаводиться. И косточками своими. А в Костка мы заедем с вами, купим. Друзья, знаете что? Мы поедем с вами покупать. Кстати, вы не поверите, третью полку в гараж. В общем, мы с Вовой долго решали, долго гадали. Ну, точнее, все как бы было решено заранее. Там и так понятно, что третья полка, она просто необходима туда. И, в общем, мы пришли к общему знаменателю. Мы покупаем сегодня третью полку в гараж. Ее прям вот там прям не хватает. Учитывая то, что хлама какого-нибудь будет все больше и больше. И куда его складывать? Опять на пол. А полки полностью забиты. Я, по-моему, кстати, не показывала, как там и туго уже получилось. Но будем ставить третью полку, покажу. Вот, третья полка это Костка. И сегодня заедем в Home Depot. Нам нужно лампочку купить. У нас в микроволновке не горит лампочка уже давно. Это очень как бы... Вот когда ее нет, нету вот этой вот подсветки над плитой. Вроде и нормально. Но когда она была и вдруг ее не стало, это кажется таким ужасом, таким кошмаром. Так неудобно. И, в общем, нам нужна... Мне, в смысле, нужна эта лампочка. Вот. И еще мы хотим посмотреть какие-нибудь вот вазоны, опять же, которые мы хотим поставить перед гаражом. У нас три вот такие вот... Ну, у нас же три гаража. И нам нужно три вазы. И какие-нибудь цветочки. Но вазы мы в интернете еще не нашли. Точнее, даже не искали. Но поскольку Home Depot находится прямо возле Костка, мы забежим туда с вами и посмотрим вот эти вазоны. И, может быть, мы даже их найдем и купим. В общем, вот такой вот план на сегодня. И плюс у нас еще сегодня барбекю вечером намечается. У нас длинные выходные. У нас сегодня день Мартина Лютера Кинга в Америке. Почти никто, точнее, не работает. Но, вы знаете, вот все магазины... Вот мы сейчас находимся в... Как он называется? Автосалон Хонда. Вове нужно по делам забежать. И все работает. А он и Невова. Костка работает. Ну, по крайней мере, в интернете написано Home Depot. Чуть я не посмотрела. PetSmart точно работает. Но написано, знаете, как день Мартина Лютера Кинга. Часы работы могут меняться. Но вполне возможно будет сюрприз. Мы приедем, будет закрыто. Возможно и такое. Но пока все написано, что открыто. В общем, вот такой план, друзья, сегодня. Так, ну что, друзья, всем привет. Мы... Мы приехали в PetSmart. Купим сейчас ошейник нашему джею. Джей и джею. Все нормально. Так, мы в PetSmart не в нашем, не который. Вот нашего бывшего дома мы... Это, оказывается, это Плаза, да, возле тот самый Home Depot, да? Я не знаю, какой тот самый. И когда за рулем, не знаю, где он. У меня навигатор есть. В общем, Home Depot, вот оранжевый магазин. И рядом с ним PetSmart есть. И вот рядом Майклс. Мне надо в Майклс. Он и Майклс, видите? Господи. А какой ветер сильный, блин, капец. В общем, мы здесь в PetSmart. А Майклс, мне надо цветочки всякие посмотреть, пошерудить. Хало? Цветочки посмотреть, пошерудить. Ну, говори сегодня. Так, ладно, мы... Подожди, нам еду надо собаки взять. Нет, у нас есть. Где-то собачки. Так, нам нужен ошейник. Вот я вижу какие-то розовые ошейники. Ну, пойдем, найдем сразу ряд, где вообще одни ошейники. И что еще, Вов? Здесь дом. А что мы еще хотели, кроме ошейника? Вот они ошейники. Мы хотели косточки белые. А, косточки, да, косточки. Так, вот они ошейники, Вов. Вот они. Смотри, какая косичка. Косичка прикольная. Это как на... Типа под елочку, типа праздник. Вот это мы все не берем, возьмем просто белые. Вот это, кстати, прикольно. Ну, прикольно, да. Да, ну, мне кажется, лучше что-то то, что удобно грызть. Да, вот они ошейники. Так, девочки, мальчики. У нас мальчик. Вот такой мы покупали. Вова, а можно вот такой, кстати, с бантиком? Коу-шлейку? Ну, шлейка-то понятно, но дома-то он вошененье-то просто ходит. Шлейка-то для прогулок. Нам мили-шлейку надо. Такой, в принципе, ну, хотел... Вот это большой пока. Он еще не дорос. Сейчас такой, Вова, он вырастет из него, выкинем следующий, возьмем. Сейчас что-то такое... Какой? Синенький. Вот, мягкий, отлично. Желтый, да, немножко. Да, ну, не, не тяжелее, чем сейчас. Он просто на вырасть. Подожди, а ты смотришь по размеру? Ты какой взял? Вот это, мне кажется, лучше. Покажите размер, наверное, большого. А, вот они подожди. Для большой собаки тоже. Ну, или это то же самое. Да, это наши милкины. Только смотри по размеру. Смотри, ты башилач. Смотри, нам надо... Не смол, а... Как? Мидио, вот, подожди. Есть purple. Вот, медио. Мне кажется, полегче, да. Полегче, конечно. И он потоньше. Ему пока вот такой широкий рановат. Ну, да. Вот просто неудобно. Это уже для большой собаки есть. Смотри, зеленые, есть голубые. Вот, медио, голубые. Какой-то цвет такой. Как, на самом деле, без разницы. Нам не так уж надолго. Абсолютно, да. Вот широкий. Вот чем шире, тем это для побольше собака. Мидио, это уже по... Ну, вот, медио. Вот такой мы возьмем. Это, в принципе, здесь сразу его можно и... Да, нормально, нормально. Если что? Уцеплять пока рано мы еще без бешенства. Без прививки. Это к ним, кстати, и поводки есть. Ну, сейчас мы прививки... Да, у нас это гуляет без конца. Будь. Пойдем. Будь. Так, все, ладно, все. Пойдем косточки. Здесь, кстати, другие. Ой, резиновые, смотри, какие. Классные какие. Ну, просто потрогай. Силикон или что-то. Да, мне кажется, будет цеплять за шерсть. Будет некомфортно. Ну, резиновые, значит, такие бы продавались. Ну, я не думаю, что такие бы продавались. Вот так цепляется, знаешь, за шерсть. Играть либо такие продавали. Вот, пойдем. Можно я купить девушку, канаве и купить? Силиконовые, прям, ошейники классные такие. Ух, такие прям в поход ходить. Так, все, друзья, мы вышли. Два пакета. И два пакета косточки. И которые листиками такие беленькие. И вот такой вот шейник. Не помню, что шейник стоит. Жвачки, да, жвачки. И заплатили за все это 55, да, по-моему? 55 долларов. И доллар на пожертвование. И доллар на пожертвование, да, вообще 55 долларов. Так, все? В хоум дипо или в косточку сначала? Хоум дипо, да? Ой, вот он. Пойдем посмотрим вазоны наши. Может быть, получится. Ага, давай. И по один свечком, наверное. Пешком? Давай, 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 давай. Давай. Пойдем. А здесь, по-моему, с этой стороны как раз и деревья эти все с вазонами. Давай посмотрим. Вот он как раз. Это отделение. Самый раз. Майклс, не пойдем? А, нам не надо пока. Не срочно вообще ни разу. У нас жвачки для того, чтобы срочно, чтобы они не сгрызли. Это не спасет от сгрызывания периметра нашего дома внутреннего, но хотя бы как-то отвлечет. Это да. Что-то да спасет. Так, мы внутри. Можно. Вот специально здесь такие продаются. Ну, типа вот таких вот. Уже в вазочках цветочки, которые можно ставить в эти вазоны. Смотрите, умер. Это все, что на выброс. Помидоры можно купить. О, смотрите, какая прелесть. На улице. О, классный для улицы вообще. Вот такое вот алоэ. Ну, не алоэ, кто это? Лавик, смотри, какая классная штука, да? Хорошо смотрится. Хорошо смотрится. Так, ну что, вон черные я вижу. По-моему, здесь все то же самое стоит, но посмотрите, какие они красивые. И они, кстати, нам подходят. Если взять вот такие вот третий, как раз здесь, кстати, три. Есть вот такие вот темно-серые. Они, в принципе, не тяжелые. Мы тележку только не взяли. Вот это тоже прикольное, но я не хочу круглые. Вот такие вот самые классные, ребят. Даже несмотря на то, что они такого цвета. Но они такого, знаете, они не черные. Вот рядом черный стоит, да? Вот этот цвет прям вообще улет просто. Мне прям очень нравится. Вов, смотри, какие классные стоят. Она не так лучше. Ты не хочешь взять вот такие? Смотри, какие красивые. Я хочу, но я не хочу серые. Они почти серые. Смотри, какой цвет красивый. Да, но оставил один, и черт, их три, да. По-моему, офигенно. Нет, не надо больше, Вол. Зачем больше, что ли? И цветок же будет еще торчать. Алло. Так, еще по вазам думаем. Подожди, это какой запах? А, ты просто пэт взял? Как пахнет? Открой, пожалуйста, понюхать, а? Я думала, может быть, какой-то такой нейтральный запах. Не, зачем? Да открой ты, господи, просто. Я не могу понять. Просто открой, а? Да не надо брызгать, тратить его. Открой, говорю, просто. Ну, вкусно пахнет, Вол. Очень вкусно, приятно пахнет. Ну, это запах, блин. Я хочу без запаха. Но в плане свежести, чтобы пахло. Нет, блин, вот это свежество. Он не очень нейтрально. Давай, берем, все, пойдем. Дожди-ка. Ой, не, Вов, не, не, фу, Вов. Я сейчас нагнулась, ужасно воняет. Не, я вот сейчас нагнулась, ужасно воняет. Не надо. Подожди, вот фреш. Подожди, сейчас открою, понюхаю. Ребята, вот это запах огонь вообще. Это я беру кондиционер в стиральную машину. Запах огонь вообще. Вот это мне не нравится. Мы с тобой не взяли ни тележку, ничего. С вазами не будем брать, да, эти вазы сейчас? Классные вазы мне понравились. Просто очень вазы эти. Нет, не маловато. Нет, не маловато, отлично вообще. Ты сама и будешь засаживать? Да, конечно. Так, мы ищем сейчас какую-то щетку. Мы ищем щетку. Бля, вот такая вещь. Или вот такую взять мне просто нафиг точно. Я ее, все. Так, Вов, и знаешь, что мне еще надо, раз уж мы здесь. А вот смотри, набор целый есть. Не надо мне целый, она с ручкой. Смотри, и все подряд. Вот все, это и вот. Вот есть такие, такие. Мне пошел этот набор, лучше здесь. Нам не зачем мне вот ковернуть. А ручки нету, смотри. Я ее втыкаю в дрель, дрелью. Вот она, кстати, есть, видишь, уже готовая. Да, да. О, прикольно, какая палка. Что угодно можно и стекла мыть. Крутая палка. По двадцать долларов. Заполняем наш гараж, да, еще больше. Вов, мне знаешь, что надо? Мне посоветовали наши подписчики, мне шпатель обыкновенный нужен для покраски. И ровно тогда будет, и лента никакая не нужна. Найди мне просто обычный шпатель. Кто из них шпатель? Это не здесь. Это не здесь, я понимаю. Упс. Тряпочки, да. У нас всего много, да? Ну, немного, но у нас просто щенков уже один остался. Я сразу большую заказывала. Вот фресс, которая. Вот я коробку и заказывала. Ну, я уже на Амазоне. Я, по-моему, так и заказывала их. Единственное, есть, которые более... Ой, какие еще, матки папа нашел. Вот, видите, здесь много-много. Две коробки. Я такие на Амазоне, помните, заказывала. Приятный очень у них запах. Ну, блин, без тележки одно удовольствие. А сейчас ходить, конечно, 38 штук в одной. Есть с запахом. Есть сухие. Ладно, у нас пока их много просто. Так, что там, пап? Вот, блин, а вот этот вот мячок тоже. Это для чего? Это для всего. Что мячить? Кафель мыть. Ну, мне ковер нужна, я просто так собираюсь. А, для ковера просто. Я, как бы, ковер собираюсь. Окей, а смотри, какие крутые есть. А вот, смотри. Вот это прям жесткач такой, да? Так надо ее купить тогда. Вот это жесткое прям то, что нужно, мне кажется. Ну, вот же, она та же самая. Слушай, мы сейчас накупим для чистки ковра столько, сколько стоит новый ковер в Костку. Вот, честное слово. Я бы его выкинула нафиг вообще. Зачем столько заботы о ковре, который... Ну, давай, вот, не будем, я просто металл в гараже. Не надо, нафиг не. Реально, вот это вот, он того не стоит вообще, этот ковер. Чтобы так им озадачиваться. Вот, да, у меня 10 долларов стоит, это мне просто мыть, это... Ну, да, да, ну, просто вообще смысл, что угодно отмывать. Я просто в дрель, понятно? Да, да, я поняла, да. Потому что я бы этим ковром так сильно не озадачивалась. Он уже, как бы, ну, он свою реально уже отслужил с собаками. Нет, он еще будет служить, у нас пока еще маленькая собака. Да, ну, как бы, да нет, он прям нормально так уже... Это раньше, знаешь, ковры брали и на десятилетие. Я понимаю, но просто мы купили его буквально, сколько доступных. Пару месяцев назад и какой-то Ковен Клянь, который там выбирал. Да, не так и стоят. Он нам не нужен, потому что мы его оденем. Нужен, здрасте, как без ковра. Дети все время на ковре, все время на ковре. Одноразовые ковры, это чересчур. Нет, Вов, если вот оно тебе надо, окей, но просто это будет стоить столько же вообще. Все средства, все щетки, а твоя работа, а твой труд, вот это вот, я не знаю. Вот мой труд очень дорогой, вот это я говорю, час твоей работы. Но мой труд, который нужно сделать, чтобы купить ковер, он еще дороже получается. Ну, не знаю, не знаю, мне кажется, пойдем. Что мы здесь делаем? Цвет красивый, конечно, но что это все? Вова, шпатель, шпатель, пожалуйста, мне. Найди мне, пожалуйста, где тут покрасочные, отделы, и там будут шпатели. Да, друзья, спасибо за совет. Мне, кстати, в голову это не приходило. Но я же говорила, что я впервые в жизни вообще покрасила стену. И теперь мне нужен обычный шпатель. А, это дырки заделать нифига тебе. Ой, это, кстати, тоже важно. Нам в прошлом жилье, я подумывала об этом, но нам их и так посчитали. Дыры нам, по-моему, кстати, вообще не посчитали. Нам плинтус посчитали, ковролин замена. А дыры, кстати, нам вообще не посчитали. Насколько я помню, по счету. Хотя у нас их там было много. А, это шкурить. Да, шкурка. Нам ничего шкурить не надо. Вот шпатель. Так, давай, шпатель, да. Надо, наверное, широкий. Ну, широкий. Широкий. Такие вот, 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 ну. Во, 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 большой, да, во, шикарный. И будет абсолютно ровная линия по краске. Самый простой, это какой-то, ну, это самый простой. Да, 7 долларов. А, ну, давай. Мне главное, большой, широкий. Нормально, да, такой? Я не знаю. Ну, держать удобно. Ну, скоро стану, да, скоро стану. Я в этом не силен. Греть, вообще круть. Да. Да, друзья, вот, писали мне и в комментариях, и в инстаграме. Вот, смотрите, взяла. Буду перекрашивать Катину комнату уже более профессионально. Все, в чем этот тайм? Он какая-то тоже щетка. Ты же у нас по щеткам теперь, я по шпателям, по кисточкам, по валикам. Так, что нам еще тут надо? Все, лампочки. Ой, подожди-ка. Один суперклей возьми мне, пожалуйста. У меня лаврику постоянно что-то надо. У нас еще есть. Он у нас один уже не открывается. Господи, боже мой. Нет, я лучше тебе закажу на Амазоне. Мне там очень понравилось, который я заказала на Амазоне. Мне очень понравилась ширина. Я думаю, про ленту говорю про ширину. Очень понравилась открывашка. Он тоненько-тоненько так открывается, и тоненько-тоненько льется. Все, что нужно лаврику для его творчества, что-либо там приклеить. Остальное все очень толсто льется, а мне надо, чтобы там тоненько. Ты в лампочке, да? Да, но я не знаю. Ой, подожди-ка, я пройдусь чуть-чуть сейчас. Я здесь пока. Смотрите, какая красивая. Цвет какой красивый. Глубокий-глубокие цены. Очень красивая постирушка. Так, я хотела здесь посмотреть морозильные камеры, но что-то я их не вижу. Холодильники вижу, морозильные камеры не вижу. Есть только холодильники всех размеров. Нам пока не надо, у нас пока есть. А вот морозилок что-то я не вижу. Я помню, я как-то ходила и тоже не нашла здесь. Ну, они вон там могут стоять на полках запакованные, а мне бы посмотреть. Холодильники-то какие красавцы нынче. Прям вау. У нас мы рассказывали уже, мы не могли ничего выбирать. В наш дом. Ну, нет, морозилок опять нету. Посудомойки всякие разные. Тоже красотки такие вообще прям. Прям красотки. Так, ну, в общем, нет морозилок. Ну, либо они наверху где-нибудь стоят в упаковке. Смотрите, ну, какие красотки, да? Друг на друга вот так поставить. Прям красоточки прям. Такой цвет красивый прям. Очень красивая техника. Сейчас просто огонь. Я здесь... Ты нашел лампочку на микроволновку? Да, вот взял. Надеюсь, подойдет. Потому что я не помню, какой разъем там. Окей, давай. Супер. Взяли. Ух ты. Подсветочка. Ой, а что такое? Не знаю. День Мартина Лютера Кинга. Ну, мы на быструю. Давай здесь быстро. Нет, это не здесь. А, нет, это не она. Где самовслуживание. Пойдем вон туда, да. Да, нам на самовслуживание. В общем, в Азоне посмотрим все-таки, какие есть в интернете, потому что мы еще не смотрели. Так, 45 долларов. И с этим магазином все. Теперь до Костка. До Костка же мы не пойдем, мы доедем. Да, до Костка далековатая тема. Да. Вот их икс. Ой, ну нет, не надо мне это на балкончик. Нет, вот на улицу со стороны гаража я там еще согласна. На балкончике у меня уже есть цветочки. Что это? Амазон, я предлагаю. Сейчас мы идем и думаем. Соседи срисовать их точность. Ну, вот посмотрите, либо прям спросите. Какие? А, серые которые? Да. У нас соседи поставили. У них круглые. Я не хочу круглые. У нас такой ветер жесть просто. Я забыла. А я про какие-то вроде про дни тюже говорила. Нет, они ромбы. Ну, то есть... Ну, так вот сейчас стояли ромбы. Нет, это у нас стояли параллепипеды. А там такие трапеции, короче, трапеции видны. Не ромбы, а прости, трапеции. Ромб. Ну, да. Мне вот именно вот эти понравились тем, что они именно как прямоугольники такие. И не идет вверх. То есть они более устойчивые. Я вот о чем. Они стоят, потому что они не расширяются кверху. Вот все сейчас, какой ветер. И вот это вот все, оно будет еще и падать. А у нас они более устойчивые. Они ровные. Обязательно будут падать у всех. Ну, я пока не увидела ни у кого, чтобы у кого-то что-то упало. Ну, они просто выходят и поднимают, если что-то. Ну, понятно. И вот там управляешь, понятно, что... А они, кстати, по этому и пластиковые, не керамические. У соседа керамика стоит. У соседа керамика, да? Синий, который... У соседа керамика, да? У него прямо видно, что керамика, и она явно не дешевая. Ты знаешь, оно не видно вообще, пока не подойдешь, что не потрогаешь. Когда видно его задний двор у нас, это, конечно, капец. У нас такие природолюбители, соседи, просто капец. Нет, просто я к тому, что... У нас вид из окна просто. Он то ли в Флориде не живет, потому что куда он будет это все девать, у него нет. Оно разрастется, да. И они об этом. Когда ураган, все это превратится просто в капец какой, в месс. Ты про что, про растения? У него там куча всего наставлено, прямо наставлено и не закреплено. То есть, когда ураган, это придется убирать. А у него нету, у нас, допустим, скрин, а у него нету скрина. И, соответственно, я не представляю, как он. Вот это, кстати, банановая пальма. Это банановая. Не, нам такое не надо, конечно. Она... Девушка. Да, нам такое не надо. Она мне... Ну, в общем, идея с прямыми абсолютно линиями, прямоугольные, мне вот прям нравится. Как дом, колонны эти прямоугольные, дом прямоугольный, прям очень красиво смотрятся. Я вот эти вот круглые, вот эти расширяющиеся кверху никак не хочу. Да? Да. Вот именно такие... Мне кажется, они у нас немножко маловаты, нет? Нет, отлично. Ты же наверх что-нибудь посадишь. Мы еще сейчас думаем, что нам посадить туда, что не будет сильно разрастаться. Ну, давай возьмем их тогда. Это их три штуки как раз. Там ровно как надо. Три нам надо три. Ну, можно вернуться потом, раз уж мы уже в машине. Ну, что делать, будем возвращаться, нет? Ну, они красивые, прям. Ладно, давай еще подумаем, поехали. Нет, что тут думают-то их уберешь и все их покупают. Сколько она одна штука стоит? 70 с лишним долларов. Офигеть. 74 плюс такса. Полка стоит 70 долларов, которые мы сейчас купим. 80 долларов. В костках. 81? Да. Жесть. Но они классные, они классные. Да ладно, поехали, полку купим давай. Ну, давай, ладно, поехали, купим, блядь, эти вазоны и вернемся. Тихо, тихо, тихо. Как вы разъедетесь-то? В общем, мы останавливаемся снова на парковке. Мы решили еще раз на них посмотреть. Просто посмотреть. Ну, там решим. Вова говорит, Лена, мне просто хочется, чтобы в нашем доме был фасад. Просто у нас соседи реально заморачиваются и вкладывают. У нас через чуку. Честно говоря, просто, ну, я смотрю и я понимаю. О, кстати, Ньюхемпшир на номерах написано «Живи или умри». Живи свободно или умри. А, так мы часто видели. Life free or die. Мы часто видели такие номера, они, видимо, распространены. Как у нас, типа, Sunshine State или у нас еще есть InWorthway Trust. Это Ньюхемпшир. Пойдем, пожалуйста. Мы уже так катаемся, уже полдня катаемся. В общем, посмотрим еще раз на эти вазы. Приглядимся. Это надо, получается, сразу к ним и землю брать, и цветы брать. Это просто вазы, что ли? Иметь свой дом и не иметь драка до преступления. Потому что вот люди подвижаются. Да, они все на драках. Это просто, я считаю, прямо к дому должны выдавать на сдачу трак. Просто говорит, дом купил, на тебе трак, да. Так, тележку тогда, а, нет, давай не будем пройдем, сейчас точно их купим. Пойдем посмотрим на них еще раз. И там решим. Итак, мы внутри, то есть можно поставить вот такую вазочку, просто сверху какую-нибудь. Нет, бархаться нам не надо. У меня была ассоциация с моей школой. У нас каждого образа нецветущие, елки, сразу там у них, у кого-то стоит. Я тоже не хочу цветущие. Типа, давай, посмотрим, да. Туда земли много надо. Я думала, там будет посередине перепайка вот эта. Да. А там нет ее. Так нет ее. Тогда надо просто самому поставить какой-нибудь пенопласт. Конечно, что-то положить. А что у нас не распакованная есть? Пенопласт какой-нибудь. А, так они здесь продаются, я думаю. Мне вот эти понравились ужасно просто. Вовик. Ну, стой, иди сюда, ты тогда не обратил внимание, ты занят был. Смотри, тоже три штуки. Чего? Иди сюда. Смотри, какая прелесть. Они так и останутся красиво. И никаких цветочков дурацких, жутких розочек. А это типа щуки, да? И она типа алоэ, типа щуки, да. Ну, короче, будет вечно зеленая. Сколько оно стоит, оно тут так стоит, одиноко. Ну, вот Вовик опять же шел в телефон. Так, ну вот они, они, они все примерно одной высоты. Что вот эти вот, про которые я говорила, которые расширяются кверху. Их много, кстати. А мне вот эти вот прям. Что? Ваза большая. Ну, это как у наших, но это просто для пальмы, я не знаю. Ну, жесть, Вов, ты че? Мы же, мы же поменяем. А вот, кстати, Вова говорит, у соседа точно керамические. Они выглядят вот так. Вроде как издалека кажется, что керамика, на самом деле, это обычный пластик и очень легкий, видите. А издалека кажется, что это керамика, реально, видите. Вот у нас у соседа такие какие-то, типа таких, стоят. Так, ребят, смотрите, проходим мимо вот такой штуки. И это как раз те самые утяжелители. Ты уверен, Вов, они продаются? Или это просто какой-то мусор валяется? Нет, нет, это продаются. Утяжелители, они очень тяжелые. Это просто какой-то камень, который почти невозможно вообще поднять. И для, видимо, короче, нам подходит. Что там на нем написано? Это что это такое? О, господи. Короче, очень тяжелый. Соленый блок какой-то. Это для, чтобы вода впитывалась. Это соль? Соленый блок, да, чтобы вода впитывалась. Это вот в такие ящики ставят, да, вот в такие? Наверное, я не знаю. И я не знаю. Первый раз вообще это вижу. Очень тяжелые, да. И в него влага впитывается, да, просто? Или что? Наверное, я не знаю. Я вообще думаю, это мусор какой-то стоит. Да. Но похоже, да. Нам нужна тележка. Убежден. Вот для одного них это будет очень-очень короткий горшок. Это будет офигенно просто. Нет, короткий очень. А какой тебе надо? Насколько тебе надо большой? Вон те под пальмы. Мы же не будем пальмы сажать. Мы хотим посадить что-то небольшое и очень компактное, и очень уютненькое. Не вот заросли эти пальмовые, банановые. Ну, мне кажется, что это вот оно очень красивое. Так это та же самая высота. Это два стоит просто. Я знаю, но я имею в виду, что вот у них они стоят повыше. Ну, это те же самые. Высота та же самая. У нас высота большая. Вот это идеально. Нет, туда поставить этот соутблок и сверху это алоэ. Оно будет офигенно смотрится. Это вот прям вот очень лаконичный. Ничего, никаких цветочков. Ничего, вообще никаких рисунков. Вот это вот идеально просто. Это идеально, Вова. Это прям вау. Мне прям очень нравится. И цветы можно менять. Можно высокие какие-нибудь. Но я вот эти алоэ хочу. Единственное, что мне кажется, что маловато. Подожди, я это алоэ притащу сюда. А вот оно, кстати, видишь? Вот оно здесь вот с этим сутишком. А здесь нет. А почему? Сейчас мы откуда-нибудь достанем. А его откуда-нибудь не достанешь. Они у каждого индивидуально. А вон они, вон они, две штуки только лежат. А вон, наверное, вон валяется. Да, да, да. Да, похоже. А оно не оно. Нет, не оно. Это не из него. Оно? Нет, это вот отсюда. А вот здесь две штуки какие-то валяются. Кто-то это? Кто-то с коммунизу. А здесь есть, да? А, ну, нет. Нет, у нас квадратный. Да. Ну ладно, туда что-нибудь все равно. Это все равно это мало. Все равно ставить надо что-то. Нет, здесь-то уже нормально. Вот видите, они, на самом деле, пластик. Я про соседа у него точно так же. Кажется, издалека у него пластиковый. Ну, у него огромный вазон. У него почти вот такие вот. Ну, это ужасно. Мне вообще не понравилось. Ну, у него ради бога. Я и говорю, у него-то ради бога. Ему уже нравится. Это самое главное. Нам вот эти нравятся. Мне кажется, что вот тут хотя бы такой вот. Подожди, я этой алоэ сюда притащу сейчас. Стой. Подожди, пойдем на каще ящик притащить туда, чем алоэ. А, точно. Ты прав. Давай. Ну, блин, как так он без внутренности, без этой? Ну, офигенный прям. Смотрите, как красиво он прям. Такой благородный, серый, блестящий серебром цвет. Просто вау. Что? Можно какую-нибудь вот такую фигню. Так, ну давай. Просто можешь его подержать. Я посмотрю с этой стороны. Обалденно. Мне нравится прям. Он еще вырастет, будет еще лучше. Ну, мне кажется, что единственное, на наши высокий такой этот. Ну, тогда окей, другой цветок, другой цветок повыше. Либо цветок должно быть, типа, я почему-то вот прям вижу елочку такую. Тогда давай пойдем посмотрим, что тут еще есть. Пойдем посмотрим. Ну, ваза прям вообще огнище. Просто мне прям очень нравится. Офигенная ваза. Я прям лучше не вижу ничего. Пойдем посмотрим, какие там еще цветочки есть повыше. Ну, я просто думаю, что и это алоэ еще разрастется. Нет, она, вот нам вширь вообще не надо, чтобы она вошла. Слушай, а если щучий хвост, это так красиво смотрится. Он большой растет? Который пестрый, да. Да, и он щучий хвост еще может. Он, кстати, разрастается очень красиво и смотрится. Он сломает, когда будет сильно большой ветер, его сломает. Да, пофиг, господи, на ветер, в гараж его закинем. Ну, нет, это в гараж. Ну, тогда алоэ или елка какая-нибудь. Слушай, не знаю, мне кажется, щучий хвост, господи, он такой живучий. Ой, это, это. Вкусно пахнет, как она, господи. Вот у нас именно такие растут. Да, у нас вот такая вот ерунда растет. Вот это маленькие куцые елки, если бы они побольше, вот это вот. Но она же вырастет. Идеально. Смотри, какие они вырастают. Италия, какие они вырастают, здоровые. А вон большая такая стоит. Вон на той стороне пойдем. Где они еще? Что тут еще есть? Вон какие-то кусты типа алоэ. Вот я прямо на это согласен, да. Да, окей, но они прям красиво будут смотреться. Либо вот еще вот такие есть. Но они, если... Стричь надо, я не буду. Да, да, да. А вот смотри, какие есть. Что? Смотри, какие прикольные. Их, кстати, ветер не сломает. Они цветут, кажется. О, нет. Вот эти, ну и за ними надо ухаживать. Да, это надо машинку, которая будет стричь. Ну, это реально чувство. Ну, не знаю, это не знаю. Вон та елка ничего, а это ну так себе. Вот эти прикольные, мне нравятся. Ну, блин, если они будут свистеть, 19 долларов. Вов, смотри, 19-20 долларов. Вот такая ерунда, и никакой ветер не унесет. И даже, возможно, будет свистеть. Иди сюда. Будем радоваться цветочкам. Смотри, какая штука классная. Нет, надо... Нет, она просто высоко. У меня прям ассоциация. У нас рядом такое в болоте растет, прям через дорогу. А, да? Ну, что ж ты молчал? Можно там взять. Ну что, елка тут одна такая. Сейчас, Вов. Елка рядом, да? Ну, она одна. И сколько такое чудо стоит? У него есть вот цена. Не от него. Вот она. 60... О, колючая. 60 долларов вот эта елка, и она еще вырастет. Ну, она офигенная прям. Вов! Елка классная! Господи, как забыла, называется. Цветок так вкусно пахнет. Вот она я. Что? Елка, говорю, классная. Это идеальная. Идеальная. Это то, что надо прям. 60 долларов. Да, типа 100. И она еще вырастет. Да, ну, единственное, что мне опять не нравится здесь. Она одна. Конкретно в этом нет. Она раздвояется, это не гуд. Шикарно, что ты. В смысле? Мне нужна одна, она один ствол. Потом ее высадим вдоль дома, когда она сильно вырастет. И будет она у нас большая. Расти. Радовать нас. Это тоже итальянки парис. Нет, это что-то другое. Это какие-то большие. Вон, видишь, они большие какие-то врастают. Мы сейчас посмотрим. Это наверняка. Слушай, есть программка, вводишь и тебе все. А в суши, а если взять вот такие, они что же вырастут? Дорогие, горячие. Это только екка. Это знаешь, у нас просто рядом есть питомники. И в питомниках будет, во-первых, выбор намного больше. Намного. Они крутые вазоны, вов. Я бы прям вообще взяла. Это крутые, но он нам маловато. Нет, не маловато он. Не надо туда огромное это. Ты же, ты хочешь просто высокую вазу и маленький цветочек сверху. Либо так, либо вот такую вазу и так, да? Да, и повыше елочки какие-нибудь. Мне прям очень нравится вот это вот. Что тут еще такое есть? Ваза реально офигенная просто. У меня трак, тачку и клетчатую рубаху. И будет нормально. Тачку, да, клетчатой рубахи у тебя, кстати, нет. Непорядок. У тебя свой дом есть, а тачки нет с бомбой. Хорошая. Крутая. Ты будешь хорошо смотреться, Вовик. Резиновые сапожки, твои щетки, твои лопаты. У нас неподходящая, Эри, надо еще чуть подальше. Где вот прям совсем, чтобы... Да, без этого. Где вот и крокодила. Да, да, да. Да, вокруг, чтобы были. Ну, слушай, блин, я на них смотрю, я прям не могу. Я влюбляюсь больше и больше. Если, да, если вот так будет деревца, то будет нормально. И деревца просто найдем, но не здесь. И все. А база, вот эти вазоны, короче. Надо за тележкой теперь гнать. Ну, в смысле, можно пока не будет. Да, не можешь, я два и все. Да? Да, ну, давай. Да, Лена, что-то нужно. Да, надо где-то достать. Есть что-нибудь такое же? Потому что у нас кто-то... Ну, окей, давай, другую. Она где-нибудь валяется в какой-нибудь... Окей, вон две есть. Дай-ка приложим ее. Она же просто, чтобы стояла. Ну, как сильно маленькая. Ну, ты не туда прикладываешь. Не, с утра я их кладу на место. Я их уже раз поделеру. Да, не переживай, положится. Это маленькая вообще. Да, маленькая, ничего такого. Он вообще не прошел. Они в некоторых вообще этого нет. Да ладно, пусть хоть такая. Нет. А вот этот вот... Не будем брать соленое. Че ты их складываешь, что ли? Это мне нравится, что да, у нее устойчивость будет лучше. Да, у нее устойчивость точно лучше. Че, если там будет земля и что ли? И вот этот солт-камень вообще будет офигенно. Че с солт-камнем-то делать? Будем брать? Его надо брать, Вол. Он реально нужен. Их реально разбирают. Кто, блин, спер, а? А ты не хочешь вот эти вот? Нет, не хочу. Мы же только что поговорили. Нет, я эти вообще не хочу. Почему ли из-за вот этой вот пластмасски, что ли? Нет, вот это, Вол, просто огнище, Вол. Тебе вот самому понравится. В прошлый раз она была одна. Давай, короче, ладно, берем все. Берем, да, берем. Вова, нам нужен вот этот вот камень. Да, вот. Ну, мы так же делаем. Вова, че с этим делать? Не по-моему. Тяжелое просто. Но оно надо. Не стоит, что засыплем вот такие вот такие вот... Но оно будет дохнуть тогда. В смысле, дохнуть? Ну, не знаю, влага скопится. Он же, видишь, влагу забирает лишнюю. Я не совсем это понимаю, но для Флориды, видимо, это надо. Это вот, это, кстати, то же самое, только в мешках, видишь? Salt Crystal. Это вот то же самое. А куда сыпать на дно? Тогда давай один мешок. Давайте сначала прочтешь. Короче, берем пока в озоны. Вон там просто камни. Смотрите, какие они. Они, кстати, такие же, как Salt камни вот эти. Видите? Вот видите, они такие же. Точно. И они прям такие мокрые. Точно, можно же вот это просто взять. Ну, просто это, видишь, она как подставка идет. Да ладно, а что там на дне у нее? Да это вот, ты знаешь, она же как лишь... Куда она с этим вытекает? Это что, там не вытекает. Там и остается, да. А у них все такие горшки. А как же, это же будет гнить? А вот это, да, для нас странно, а у них все горшки такие, да. Странно, да. Но у них все горшки такие. Видимо, не так это важно, чтобы дыра была. Ну, может, во Флориде только такие горшки, кстати. Может быть, здесь влага такая сумасшедшая. Ну, видимо. Ну, знаешь, у меня растения растут без этих дыр, и ничего нормально. У меня какие-то там с дырами, какие-то без. Но в основном у них горшки все без этих дыр, да. Ну, не знаю, да. Но, видимо, это не так. Здесь все хорошо растет, поэтому, скорее всего, это не так важно. Ну, что, давай, все, эти берем. Я бы взяла вот этот соленый мешок. Подожди, нет, соленый мешок нам вообще пока, мы даже не понимаем, для чего она. Мы сейчас купим твои елки, и придется их посадить, а это нужно. Я думаю, что елки сажать нужно будет прямо вот в горшках, которых они есть. То есть ты там делаешь вот это, и прямо в горшки ее втыкаешь, чтобы на площадку на какую-то. То есть вообще не высаживать, не брать землю, ничего, просто оставить как есть? Ну, земли присыпать, понятно, надо, но... Куда присыпать, если оставлять в горшке в стороне. Нет, вот смотри, мне так кажется, вот как я смотрю, у соседей сделан, что в случае, там, ураган-юраган, ты его вынимаешь, этот горшок, и он тебя отдел... У меня еще заглюкнула камера, не знаю, на каком моменте. Ну, в общем, вазоны точно берем тогда, да? Да. Ну, давай, ладно, давай берем. Так, друзья, мы купили эти три вазы, заплатили 220 долларов, нам сделали скидку 15 долларов, потому что нет этого поддона внизу. Поддон, кто это вообще, вот эта платформа какая-то внизу. В общем, скидку нам сделали. Что-то, штуку эту не нашли, но... Руку режет, но скидку сделали, это круто. Ну, совсем не та машина для всего этого. Ну, они не грязные, что-то я ухожу, а в штаны я обтираю, и у меня все чисто. Ненормально все. Шикарные, прям красивые. В общем, мы решили съездить в... Здесь таких хозяйств много, где продаются всякие разные пальмы, горшки. Как они называются, эти хозяйства? Что-то такое для ландшафтного дизайна, в общем, там все подряд. И, в общем, посмотреть там решили. Ёлочки одинаковые, потому что здесь классная ёлка, но она одна, либо что-нибудь не так, в общем. И что нам, может, посоветуют, может быть, так. Потому что фиг его знают. Купишь какой-нибудь... Трак мне нужен трак. Нужен трак, да, нужен. Вот, смотрите на картинке. Как красиво. Вон, видишь на картинке, там какая-то алоэ торчит, и вокруг какие-то листики. Красиво смотрится, когда одинаковые листья. Разные эти. Ёлки, конечно, вариант. Вова хочет туи. У нас вообще, теперь с соседями мы хотели хоть что-нибудь похожее делать. В итоге у одного огромные и синие, у этих серые такие, кстати, очень классные. А зачем похоже это делать? Дома и так одинаковые. Еще если все вокруг дома одинаковое. Ну, мне кажется, хорошо. Наоборот, здорово, когда у всех все разные. Так дома одинаковые. Красиво, мне нравится. Красивая фактура у них. Реально очень красивая фактура. Прям очень красиво, да. Наконец-то мы их купили. Ну, хотя мы как-то не собирались, да, особо сегодня, но очень красиво смотрится. В прошлый раз прям смотрели, он один оставался. Надо мне покрасить волосы. Может, сегодня покрашусь. Так, костка у нас, да? Пэтсмарт уже не надо. Мы все сделали, да? Да, у нас все. Костка у нас только осталась, да? И по поводу каких-нибудь растений, но это не сегодня, я думаю, да? У нас сегодня барбекю, да? Да. Нам нужно еще вернуться домой, еще долго ехать домой. Поэтому, я думаю, на сегодня костка сейчас. Костка и так всегда занимается много времени. Поэтому, я думаю, после костка мы едем домой. Поехали в костка. Так, мы подъезжаем к костке. У нас сегодня такое паломничество. Ну, выходной просто, на самом деле, выходной. Несколько выходных. Несколько выходных. У нас квотер, школьный семестр закончился и день Мартина Людеркинга, да? И получается, у людей выходной, да? Люди, конечно же, магазины тарятся. Мы сейчас тоже пойдем, купим воду, купим полку. Ну, ты вот зачем сюда доехал? Поехали туда. Так, мы паркуемся на наше место. Очень много машин, даже на нашем месте, где всегда есть место. Так, мы идем в Костка. Дождя пока нет. И хорошо. И спокойно здесь, смотри, нет этого паломничества. Как здесь удобно всегда. Там капец, просто. Что заезжаешь, стоишь в очередь, что выезжаешь, выехать не можешь. Давай отсюда возьмите. Да не, зачем. Сходим там возьмем. Мы еще в Безбай, возможно, зайдем. Да, да. Хороший возврат, Безбай никакое. Ну, все равно, вот, слушай, но все равно, вот, когда она приходит, погоду, то вроде как и внушительная сумма. А мы, кстати, не забирали еще, по-моему, вас проснулось. Нам нет еще, нам что-то не пришло в этот раз. Ну, в смысле, еще не пришло. Нет, нет, на наш придет. Какое совпадение ее тоже. Я говорю, вот, мы с тобой перекусим, мы готовим такой голодный. Поэтому ты злой. Потому что у тебя велосипеда не было. В общем, да. Мы сначала поедим. Пойдем посмотрим сначала. Нам же все равно ничего толком покупать не надо. Мы же за продуктами не пришли, у нас есть все продукты, Вов. Нам только вода нужна. Мне в посудомойку таблетки, и все. У меня заканчиваются. И полка. Нам не надо. Давай сначала купим его, чтобы потом раз и выйти. Чего? Ну, ты предлагаешь сначала поесть. О, смотри, какой красавчик. А так можно парковаться? И вас с собой приобретет, и поехать. Прикольно. Я не знала, что здесь можно парковаться. Номера такие прикольные у мотоциклов. Красавчик просто, вау. Обалдеть, народу. Ты прям как-то заголовишься. Да ну, вов, ну что значит, ловишься. Со всех людей выходной. То ничего. Хеллоу. У всех же выходной. Ну, кунастому мы вообще есть. Ну, ты же сказал, сам как-то не можешь завтра и после завтра я загоняю. Вот, видишь, матрасы как? Ой, ребят, нам же матрас приходят. Смотри, какой матрас. У нас 400 долларов, а, а, 500 долларов, 100 долларов на него скидка. Вот такой матрас, мой морякон. И довольно сроки продается вот так в свернутом виде. У нас тоже такие мысли были, но мы уже заказали с каркасом. Так, нам нужно посмотреть компьютеры. Вот, я не могу такой же знать, как матрасы мы брали и все. А сколько он стоит такой? Это его цена? Это не полная цена, что это было. Вот, это на вот, можно взять, вот. А он еще долларов, ну да, тысяча долларов. Слушай, ну это вариант. Ему памятью много не надо, вот чисто для учебы. Ну да, так, а вот это что рядом? Чтобы реально ничего не скачивалось. Ну, даже если скачает, это Apple. Он вытянет. Он не даст. Он не даст просто, да. Для учебы и для Ирина вон там стоят компьютеры, а не другие. Да, для скачивания. Они как-то, для учебы и идеально. Идеально, да. Почему много ценников, что это такое? Ну, потому что здесь 256, здесь 512. А, в объем памяти. Да, это вообще один остался. Ты еще думаешь, что заел? Вон реально ел. Ну круто, давай возьмем. Один остался, чем не надо. А что нет, это нормально. А где желтый, вот это что-ли вы желтый? Вот это? Я не видел такие желтые. А тебе надо принципиально голубой, чтобы не без разницы вообще, что? Объем, объем какой? Это одинаковые два. Цена не одинаковые. Только цвета разные. А это 512. Это объем памяти. Ну, давай тогда 512 брать. 300 долларов разница. Сейчас мы спросим. Короче, друзья, мы тут выбираем, выбираем, а их наличия нет никакого, ни желтого, ни голубого, никакого. Есть вариант, взять ему просто, ноутбук обыкновенный, и вот такой вот. Пойдем без войны. Поедим только сначала. Зайдем без войны. Так, ноутбук, ноутбук. Я вот думаю, кстати, может быть и лучше ноутбук. Вот так куда-нибудь поехали отдыхать, а ему раз с собой ноутбук, и все, верно. Но он тогда все зацерет, он у него сдохнет сразу. Ну почему он сдохнет? На него же тоже не скачается все подряд. Почему нет? На ноутбук? Нет, на вот такой ноутбук скачаешь? На обыкновенный, который Microsoft, который не Mac. Нет, а я про Mac говорю. А Mac он дорого стоит. Пойдем посмотрим. Дороже, чем вот такой? Вот этот? Это очень большой. А, ну давай, сейчас я так на них взгляну. Они, да, они подороже, у них объем. Ну что? Они есть, да? Но они и дороже, поэтому и есть. Так, ребят, мы выбрали, смотрите, есть скидка 200 долларов сегодня. Мы взяли какой? Вот такой M2. И взяли максимальный экран 15, потому что есть 13. Угу. 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 Это Air, это он очень легкий, его очень удобный. Да, это который облегченный. Да, и в принципе он у нас на 256, но я думаю, что ему за глаза хватит. Нормально, да. И он Midnight, то есть вот такой вот цемно-синий. Чем в черно-синий. Ну да, все отпечатки видно в самый раз. На них на всех видно. Вот такой вот. Он ничего там хранить особо не надо, поэтому он просто создать себе этот и спокойно будет с айфоном. Ну да, для учебы. Чисто для учебы, да. Чисто для учебы. И удобно брать с собой перетаскивать, если где-то там. Да, размер вот этот? Это прям он, да? Размер этот? Ага. Ну круто. Классно. Все, пойдем. Все, скидка такая хорошая. Плюс налог, ну соответственно будет 1150. Ну нет, подменьше нет. Сейчас посмотрим. Ну 100 долларов, мне кажется, много слишком ты взял налог. М2. Вова, что такое М1, М2? Процессоры. На вот этом был М1. Ага, у нас теперь М2. Ну все, отличная цена, считай, ну та же получается, да, как вот с этим. Ну примерно, да. Ну да, там 991. Просто единственное, да, я все-таки не подумал, что он бывает часто может перейти из комнаты в комнату на кухню. Да, да, да. Теньки. Да, кстати, да, точно. Он же реально может, ну не только в комнате учиться, когда получается. Не, 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 вот нам нужен полноценный стол. Не вот это вот. Мы можем достать, но вот это очень просто удобно и смотри как бы. Ну ты отдельно не можешь купить это вместе. Да, я, нет. Набор почти 3000 долларов. А можно меня прям в нем донести до того? Офигенно, если бы стол был к нему. А я знаю, я знаю. Они все видите, качаются. Садись. Что? Он удобный есть. О, и подушечки классные. Сейчас, подожди. Немного места за ним. Уфига себе удобно. Очень удобно. Мясо удобно. Серьезно. Да. Семь человек. А, боже, как хорошо, ребёнок. Ой, я качалась. Семь человек, мы вдвоём стабы. Но нет, вот 3000 долларов. Нет, нет. Вов, да ну что, 3000 долларов за то, что и ты ещё и не влезешь. Покачаешься, окей. Не, не, точно нет. Пойдём. Ты отдохнул? Стендап and go. Пойдём. Ты хангры сильно, надо тебя покормить. Да, это бомба покачаться. Так, ну и что, всё. Сначала пошли за полками, да, матрасы люди скупают. Пойдём поворачивайся обратно и за водой. Есть такие МФУшки. А, компьютер. Эчпишка, вот 600 долларов. Вот тоже 200 долларов скидка, 600 долларов. Это учебный компет, в принципе, его вполне за глаза хватает. Ну, для Лёвы, если можно скачивать, он скачает всё, что найдёт. Да, ну, он его ничто сразу. Единственное, надо ему мышку ещё взять. Ему будет по-любому. Подожди-ка. А здесь можно мышку купить? Или в Best Buy можем забежать? Там купить. Не надо, зачем мы здесь купим? Давай, давай. Точно. Так, мы подошли ещё мышку взяли. А нам тоже её выдадут? А с мышками-то какие проблемы? Почему их выдают? Здесь нельзя просто... Здесь, чтобы не складировать, там не хватит. А, может быть, да. Это получают отдельно такие вещи, как наушники, например, компьютер, это всё получает уже при выходе с касты. На касте оплачиваешь, и ты выходи тебе выдают. Какие волки Лаврику? Лаврику? Стол вон мой ждёт меня. Какие полки Лаврику покупал? Он такой некрасивый. Мне нужен мой стол. Тушь, ну, да, потому что полка у нас сейчас пока всё забито. Сейчас это всё тащит нас, и этот... У нас за полкой ехали. Ну, вот мы купили компьютер в итоге. Ехали потратить 7 долларов, потратили 2. Вот смотри, в коврике. 100 долларов, и всё, и никакой чистки. А куда это просто выкинуть всё? Ну, в смысле выкинуть? Постелил, попользовался, потом выкинул я вот о чём. Зачем его стирать? Он будет сохнуть у нас месяц. Смотри, какой смысл-то. А вот вообще по 90 долларов. 170. Серьёзно? Ладно, пойдём. Малу бы на что стихнуть. Ай, да, нас жерей. Вот смотри, какой офигенный. 99 долларов. Смотри, подойди сюда. Сейчас его найду. Я вот на этот смотрела. Вот смотрите, серый. Классный. А, это вот эти горы-горы. Скалы-скалы. Пойдём. Это горы-горы. За ними-ними. А вот смотри, Вов, как у нас. Наш, кстати, коврик стоит не дешевле. Да иду я, иду, иду. Давай. Сейчас уже фул. Да. Полками потом разберёмся. Классный стол. А, не берём, да всё-таки? Пошли за водой. Подожди, мы воду не взяли. У нас никуда складывать сейчас тяжелый. У нас там грёбаные эти воду. Некуда просто будет положить. Более. Короче, за полкой. И этим вернёмся в воду. Подожди, а тогда молоко возьму и посудомойку. Такой надо в дом вам всем купить и всё просто. Вам все, а вам? А я бы рядышком здесь на коврике. С Джерри и с Милкой. Разверни авианосец, пойдём, пойдём. Я не донесу. С её проживи, инструкторой. Вот такой не жалко. Ну, как ты ковёр, так и долг. Это вот для Милки, для своей, которой волосопад никак не закончится. И Джерри туда же с ней. Мы внутри, друзья. Ты представляешь? Ой, как пахнет вкусно. Это баня. Это банка и пахнет. Это баня. Она пахнет баней. А это баня, что ли? Мы в бане. Когда ты тут уже живёшь, уже вберёшь и вешаешься на хрен. Ой, какой запах, ребят, приятный. Как будто ты за городом в какой-то бане реально. Это баня, что ли? Вот это шрифа. Да нет, это типа садовый домик такой. Вот это вот цветочки здесь. Ну, Милка с Джерри влезут сюда. Это типа мини, как называется, парник. Мини парник. А, парник? Конечно. Потому что парники спорят не только, чтобы замёрзли. А что-то Лиза звонит. Так, мы что-то пробуем. Что это? А, это Гурагон Пруд. А, Гурагон Пруд. Пойдём, ладно, возьмём посудомойку таблетки. Кутай. Кутай, возьми. Можно взять. Скидки на... Большой, да. Я гранатовый сок хочу здесь взять. Я давно на него смотрю. Гранатовый сок в холодильнике. Вот, кока-колку маленькую сейчас возьмём. И никакой гранатовый сок не нужен. Молоко. Воду не берём, да? Давай возьмём, возьмём. Давай возьмём. Вот, смотрите, скидки почти на всё идут. Ой, кстати, 6 долларов скидка. Это довольно много. У меня просто сейчас много этого всего. Квас. Кому колу, кому квас. Много разных напитков. Большой плюс. Огромный. Какой? Вот у этого класса. Стеклянный баночок. И вот, и только я, а никто не бойся. Он не закончится, пока ты его не выпьешь, да? Такие большие клорексы. Водичка. Вода тоже разная. Здесь обычная вода, которая со вкусами, она дальше стоит. Вот так, знаешь, вот так ты должна бегать, понятно? Посмотрел, на тащицу, блядь, тебе-то. А мужчина там стоит. Да, боролись за равноправие и напоролись. Но я-то не здесь родилась. Давай. Давай, пап. Двоючка, он быстро-быстро бежит, а он в машине ждёт. Вот это уровень. Вот это уровень, да. Да, друзья. Но Вовику не так повезло, как и её мужу. Или кто там у неё. Я родилась не здесь. Я за свои права не боролась. Берет вас сразу. Поэтому у тебя их нет, типа, да? А у них нет. Типа того, да. У меня прав нет, да. Если что, я готов. У меня на твои права. Бегом такая, ну, твоих, немножко стройненькая такая. Слушай, у неё один ящик, я, может, что-то не посмотрела. У неё был один ящик с водой, другой с чём-то другим. Да, ну какая разница. Ну, ящик я, например, не подниму. 40 бутылок, друзья, это вообще анриал. Подожди, у меня молоко вон туда, вон туда. За молоком. Будь, ну, будь, 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 будь. Да, когда у неё вариантов нет, только быстро бежать. Я бы упал уже через 10 пм. Я бы даже не подняла, не то, чтобы она пробежала. Да ты бы так не унёс, Вовчу, говорит, я бы уже упал через 10 пм. Ну, да, вообще жесть, конечно. Красотка вообще, молодец. Вот она ещё бегает, собирает. Так, молоко я взяла и взяла вот такой вот кондиционер для белья. И я за таблетками в посудомойку. Но я где-то их не там ещё. Ну, нет, там. На кондиционер скидка за 3,60 доллара, 14 долларов. Так, а вот это 12 долларов, ни какой скидки. Классные таблетки мне нравятся очень. Это бренд Костка, поэтому недорогие. Кондиционер. Ещё постижелее кадра, там просто нагрузку. Увеличивать, да, нагрузка просто надо. Да, я смакую, да. Я смакую, да. Мэрионт стайл. Да? Давай попробуем. Те самые голубые крабы, да, из которых крапки. Да, вон он голубой краб. Мы, кстати, пробовали, помните, были в Мэриленде, пробовали. В Балте-Маре эти крабы. Не сказать, что нам зашли они, но прикольная фишечка такая. Штата фишечка, вот эти голубые крабы. Там целые крабы-ельни стоят. Так, мы не будем брать мясо больше у тебя. И у нас есть мясо, вот, да. Есть мясо. Есть, по-моему, даже ребрышки ваши ещё есть до сих пор. Да. Так, всё, мы уже вышли с пассы. Сейчас нам вынесут компьютер и мышку отсюда. И всё, и у нас вышло на 1300 долларов. Всё. Мышка стоит 100 долларов. Я вообще в Афиге. Ну, что там за супер-мышь такая, что она так дорого стоит. Ну, в общем. И так, вот такая вот мышка 100 долларов. Офигеть. И МАК. МАК внутри упаковки. Внутри упаковка, да. Это защитная картонка, да. Так, всё, ладно. Теперь мы кушать едем. Но мышка, не знаю, вову говорит, давай, вова говорит, она нужна, но мне кажется, на такой компьютер, заляпанная, не нужна абсолютно она. Ну, я, например, без мышки справляюсь. Тебе просто от того, что тебе неудобно ты привыкла. Я привыкла просто. Это, давай, что? Подожди, да, пирожок вот этот, газировку. Так, мы в ресторане Костка. У меня кола? А у тебя что такое? Чай. Так, взяли вот такой сэндвич, который раньше брали. Мы его кушаем пополам. Очень вкусный, но единственное, как мы говорили, он холодный и не поджаренная булочка. То есть холодный. Взяли вот такой куриный пирожок. Там курица, сыр, бекон. Взяли два хот-дога с собой у меня в тележке лежит. Две газировки. Они просто идут. И туго, в этом этот ресторан нам обошелся в 18 долларов. Сытно, вкусно и недорого. Приятного аппетита. Все, мы поели, мы попили. Мы загружаемся. Ой. Пойдет, да? Пойдет. Ой, не могу прям, ну какие они красивые. Прям обожаю просто. Очень красиво смотрятся. И на них не какую-то грязь будет не видно, потому что они такой фактуры интересные. Классные. И вот их, кстати, тоже можно. Очень красиво, они отливают еще. Угу. Еще при освещении они таким серебром немножко отдают, как будто. Красиво. Прям очень красиво. Такой благородный. Благородный серый цвет. Ой, у нас еще же тяжести. Это в холодильнике хранится. Ага. Все, друзья, мы поехали домой. Вот такой вот влог-закупка. Галопом по магазинам. Будем уже прощаться в этом влоге. Мы едем домой. Всем пока-пока. И как всегда, до завтра. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...